Продолжается наш матч с Антоном, после трех партий счет 1,5 на 1,5, то есть не в предыдущей партии победить и сравнять что-то, а здесь у нас 9-4 коней с ходом слон b5, на самом деле по-разному реагирую на этот вариант, в разных партиях, здесь попробую койн d4, в последнее время чаще играл слон d6, ход койн d4 тоже имеет смысл, на самом деле это жертва пешки, здесь черных есть два основных хода, слон c5 и c6, хотя можно даже взять на f3 и попытаться пооборонять эту позицию, но, наверное, это будет слишком скучно, поэтому сыграя слон c5, он забирает на e5, два ноля, плохо я помню здесь теорию, кажется, считается, что черных здесь нормальная компенсация, но если меня просят доказать это вариантами, то не факт, что удастся. Два ноля, ну, здесь я уже, к сожалению, ничего не знаю, но из общих соображений кажется так, что надо играть d5 и вскрывать позицию, что конь на d3 все-таки расположен не идеально, вот здесь надо думать. Есть ход слон g4, конечно, белому очень повезло в том плане, что слон их стоит на a4, нет никаких проблем с пунктом c2 из-за этого, то есть на слон g4 белый ответит вверх z1. Конь е4 после этого, конь е4, конь е2. Выглядит очень привлекательно. Давайте попробуем так сыграть. Такое ощущение, что этой позиции уже в теории нет, то есть вероятно я что-то все-таки напутал, но сдаваться, наверное, рано. Сопротивляться еще можно, конь е4 сыграю. Может вообще после этого создал угрозу конь f3, кстати, на жрф слон f3 уже будет висеть мат. То есть на конь е4 повторюсь, черные готовы сыграть конь е2 и де. Белых проблемы с конем на d3, серьезные проблемы, то есть просто убрать его на b4, это совершенно не то поле, на котором этот конь хотел бы оказаться. Тем не менее, конь е4 сыгран, а конь е2, король h1. Видимо, дун брав, как раз все остальные ходы были намного хуже, а здесь то у белых, наверное, не так плохо, объективно. Надо брать. Видимо, поставят что-то вроде f3. Да, f3 сыграло. Не знаю, если честно, за белых это все выглядит не очень убедительно. Хочется наказать Антона за такие вольности в дебюте, но пока не могу понять как. Еф, жрф. Начало, конечно, хорошее. Конь d4, висит на f3, ферзь g3. Если fg, то ферзь d5 мат. Слон бьет f3, ладья бьет f3, ферзь d5, конь е1. Похоже, у меня ничего нет. Обидно, если так. Конечно, можно сыграть ед, и у черных нет проблем, но и выигрыша тоже нет. Видимо, придется все-таки буквально еще 20 секунд потрачу на расчеты. Еф, жрф. Конь d4, ферзь g3. Слон f3 не проходит. Да, ничего не проходит. Но придется брать на d3, преодолевая отвращение к самому себе, и играть вот эту позицию. Дуферс d4. Сейчас последует слон b3. Придется, видимо, брать на e5, cd, а слон b5 может быть сильнее ход. Да, слон b5 я серьезно недооценил. Не совсем типичная реакция. Да, и теперь, видимо, черный уже испытывает некоторые проблемы в этой позиции. Придется брать пешку, играет ладея 8 после слона d3. Но это вряд ли то, что надо. Может, у черных объективно не так плохо, но, опять же, 8 секунд против более чем 2 минут доверия не внушают. Объективно, наверное, у черных нормальная позиция, по меньшей мере равная. Ферзь f4, висит мат. Придется от него защищаться. На ладея 1, ладея 1, конечно, играть нельзя из-за конча 3, поэтому слон c4. Сыграю ферзь d4, подставлюсь под d3. Позиции после этого совершенно безнадежные. Дело уходно буквально на последней секунде, но и после слона c6 придется сдаться. Ну, немного не то окончание партии, на которое, наверное, мои зрители могли бы рассчитывать, потому что эта позиция явно в пользу черных, может быть, она при правильной игре выиграна, но, к сожалению, слишком много времени потратил на разговоры и слишком мало времени на реальный расчет вариантов. Ну а мы встретимся!